Доброе утро, крымчане! Сегодня 21 марта, сегодня четверг. Это означает, что выходные не за горами, и мы очень рады вам сообщить эту добрую новость. Ну а мне бы хотелось сказать, что вот как природа пробуждается от зимы, так и мы призываем вас просыпаться вместе с нами в нашей компании. С вами сегодня Салья Салямова и Александр Скачев. Мы работаем сразу на двух эфирах, первый Крымский и Крым-24, и вы можете нас смотреть на любом из них. И наверняка Салья подготовила те новости, которые вас сегодня должны обрадовать прямо с самого раннего утра. Конечно же, вниманию вашему я готова представить те самые главные события, которые происходили за минувшие сутки. Расскажу о том, чем закончился, конечно же, визит Владимира Путина на полуостров, и как были решены главные вопросы, с которыми к нему обратились в том числе и военнослужащие. Равнение на квадратные метры обеспечить военнослужащих жильем. Такой указ в прошлом году подписал президент России, но с его реализацией на полуострове возникли проблемы. Они коснулись тех, кто ушел на пенсию еще при Украине и имел право на жилплощадь. На приобретение квартир сегодня им выдают сертификаты, но его стоимости для покупки не хватает. С наболевшим вопросом общественники обратились к Владимиру Путину на встречи в Симферополе 18 марта. Почему возникли нестыковки в подсчетах? Обо всем по порядку в нашем следующем материале. Давай. Да. Можешь? Все? Напился? Павел Рыжков, капитан запаса военной службе, отдал 24 года. За это время поменял не один гарнизон, вспоминает сплошные переезды и командировки. После выхода на пенсию обосновался в Севастополе. Поднимай ручки. Вот так, поднимай ручки. Иди сюда. Вот, иди. Иди сюда. Иди сюда. Будем переделаться. Сейчас полностью посвящает себя заботе о семье. Детей у него трое. Старший с диагнозом аутизм. В 2010 году семья получила две комнаты в общежитии, но этих квадратных метров мало. В 2018 году вышел указ президента, получил сертификат. Надеялся, что куплю на эти деньги жилье. Но так как маленькая стоимость расчетного сертификата, это не удается сделать. Естественно, кредиты и ипотеки никто не дает. В очереди на жилье и вдова военно-морского офицера Ирина Жеребятьева. Сертификат еще не получила, но слышала о том, что его суммы не хватает для покупки квартиры. Уговорила родителей продать дачный участок, но боюсь, что даже этой суммы не хватит, чтобы приобрести жилье. А те, у кого документ уже на руках, переживают, не прогорит ли он, если дополнительную сумму собрать не успеют. По истечению срока действия выданного сертификата, банк может потребовать другой сертификат. И орган, который выделил сертификат военнослужащему, по его заявлению может выдать другой сертификат. Разница в стоимости сертификата и реальной жилплощади возникает из-за того, что за основу расчетов берется средняя цена квадратного метра в Севастополе и Крыму. Ее выводит Федеральное министерство строительства и архитектуры. Сертификат на жилье рассчитывают по цене 47 тысяч за квадратный метр. К примеру, человеку положена однокомнатная квартира метражом 33 квадратных метра. Умножаем 47 на 33, получаем полтора миллиона. Но за эту стоимость купить квартиру в новостройке практически невозможно. Придется доплачивать из своего кошелька. На вторичном рынке дешевле, но там купить квартиру практически невозможно. И вот почему. Продавец должен заключить договор и переоформить, получается, право собственности на приобретателя, не получая деньги. А только после того, когда право приобретателя будет зарегистрировано в Росрегистре, когда приобретатель предоставит документы в орган местного самоуправления, только после этого, возможно, деньги будут перечислены на счет продавца. Естественно, человек нормальный здравомыслящий, услышав такие условия, он просто разворачивается и уходит. Возникает замкнутый круг. Проблемный вопрос подняли общественники на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Симферополе 18 марта. Вот эту разницу, которой не хватает, нам предлагают самостоятельно доплатить, используя при этом ипотеку, кредиты. Но дело в том, что речь идет о пожилых людях, о пенсионерах. У нас есть вдовы, есть многодетные. Оказалось, что в Севастополе с такой проблемой столкнулись 400 человек. Президент пообещал посодействовать в ее решении. Сколько нужно денег, чтобы закрыть проблемы для 400 миллионов рублей? Около 400 миллионов рублей. Мы изыщем эти деньги, источник определим, изыщем. Все есть. Хорошо. Для Крыма денег нужно еще больше. Владимир Путин сказал, что и здесь помогут. В дальнейшем, по информации юристов, таких проблем возникать не должно, потому что в отношении военных уже российской армии учитывается выслуга лет. С ней полная цена сертификата выше и может покрыть реальную стоимость новой квартиры. Екатерина Серегина, Роман Ананев, Анастасия Соснина и Александр Бухтияров. Новости 24. Обновление парка Минсельхоз Крыма планирует приобрести для аграриев более 100 единиц техники и оборудования. Прием заявок открыт. Стартовала кампания по уборке зерновых. От аграриев в этом году ждут высоких урожаев. Александр Федорчак расскажет, как справляются фермеры. Пассивная в селе Найденовка Красногвардейского района. Время особенное. Александр Калабин десятки лет работает здесь трактористом. Рабочий день начинается с 8 утра. В сезон он обрабатывает около 7 тысяч гектаров. Сложность никаких совершенно. Трактора работают бесправно, хорошо. Техника вся импортная, хорошая. Говорить нечего, потому что все хорошо. Новую технику привезли сюда из Санкт-Петербурга и Самарской области. На участках сеют лен, подсолнух, пшеницу и горох. Всего у предприятия 7,5 тысяч гектаров земли по всему Крыму. Перед выходом комбайна или трактора в поле тщательная проверка оборудования. В случае неисправности технические работники возвращают машину в строй в срочном порядке. По звонку сразу есть зарядка, аккумуляторы. Все, что приезжают, позвонил и только время на поездку. То есть это зависит от того, на каком расстоянии находится. У нас выходят три больших пассивных агрегата ежедневно. Выходят агрегаты на обработку почвы. Вот только они закончили предпассивную подготовку. Есть и вспомогательная техника. В случае необходимости на ней подвозят удобрения и загружают трактор. После чего он в боевой готовности возвращается на участок. Этот участок рассчитан на 100 гектаров. Он уже на 60% засен, семенами льна. Круглосуточно здесь трудится вот этот современный трактор, который в одну смену может обработать три таких поля. У предприятия есть свой автопарк на 42 единицы сельхозтехники. Имеется даже своя заправка. Отсюда машины отправляют во все районы полуострова. Примерно 10 тракторов. Прицепная техника – это сейлки, дисковые бороны, опрыскиватели, самосвалы. Вся та техника, которая необходима нам для работы. Ну и, конечно же, комбайны. Всего у крымских аграриев более 20 тысяч единиц техники. В профильном министерстве продолжают принимать заявки от производителей на обновление парка. На это выделено более 700 миллионов рублей. Там основная позиция – это комбайны и трактора тяжелые и самоходные прицепные установки. Мы считаем, что и проводя ряд совещаний, хотим, чтобы эти показатели у нас еще росли. Мы еще есть куда двигаться. У нас виноградарство, садоводство. Еще надо очень большие иметь, там до 70% смена этой техники. Крымский сельхозпарк получит более 100 единиц сельхозтехники и оборудования. Прием заявок открыт. Модернизировать хозяйство смогут все желающие. В этом году прогнозы экспертов по урожаю самые благоприятные. Александр Федорчак, Андрей Псом, Новости 24, Красногвардейский район. И пока это вся информация данного выпуска. Ну а мы, как всегда, продолжаем следить за развитием событий, которые происходят не только в Крыму, но и в целом в России и в мире. И наши корреспонденты, они заглядывают во все уголки Крыма, чтобы узнать самые интересные новости. Одним словом, они не дремлют так же, как не дремлют наши коллеги, которые сейчас находятся в радийной студии и готовы уже с нами связаться. Здравствуйте, друзья. Еще момент можно добавить. Мы вас сейчас, к сожалению, перерываем. Да, на секундочку перерываем. У нас коллеги на связи с утра нового дня. Доброе утро, коллеги. Доброе утро. Доброе утро. Приветствую вас. Доброе утро. О чем говорите в этот холодный утренний день? Сегодня мы обсуждаем, в общем-то, теплые вопросы. В первую очередь, развитие спорта на полуострове за прошедшую пятилетку. И обсуждаем вопросы... Ну и, конечно же, экологические проблемы. Как же без этого? А также обсудим самую массовую акцию планеты, которая называется «Час Земли». Тоже поддерживаем в рамках проблем экологии. У нас тоже неплохая тема. Мы обсуждаем, что изменилось с 13-го числа, когда Сергей Аксинов проводил совещание по Симферополю. То стало ли наш город убираться лучше? Пока ответов на эти вопросы у нас нет, но мы надеемся к концу эфира их получить. Ну, будем надеяться, что ответ будет положительный, так же, как и действительность. Вы просто оптимисты, я вам скажу. Ну, кстати, этот вопрос мы сегодня тоже адресуем заместителю министра экологии по поводу того, как же мусор тоже влияет на окружающую среду. Спасибо, коллеги из коллеги. Увидимся после эфира. Мы тоже продолжаем наш эфир. Мы продолжаем. И вот хотелось бы, знаешь, тебе что сказать? Что? Какую хорошую новость. Все-таки хочется мне сегодня озвучить. Это то, что продолжительность жизни в России увеличилась до 73 лет. Хотя вчера мы тоже обсуждали эту тему. У нас в планах увеличить до 80. Например, как это происходит в Японии. Там известно, что это страна долгожителей. Ну и надеюсь, что в этом плане мы скоро тоже догоним, а может быть даже перегоним. Я даже не сомневаюсь в этом. И знаешь почему? Да, почему интересно? Потому что климат нашего полуострова самый волшебный, самый теплый, самый ласковый. И каждый гражданин, который здесь проживает, обласкан южным солнцем и ароматным воздухом. А какова погода будет сегодня, какова сегодня атмосфера вокруг нашего полуострова, мы узнаем прямо сейчас из сюжета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Саша, ты знаешь, что существует такой популярный тур, который называется «Золотое кольцо России». У нас тоже появится свое «Золотое кольцо», но немного другое – «Боспорского царства». И, кстати, этот тур включает в себя 10 российских городов, 5 из которых находятся в Крыму. И именно эти места посетят уже первые туристы в рамках этого тура 27 марта. Это уже достаточно скоро, буквально через 6 дней будем ожидать туристов и гостей вообще у нас на полуостров. А я дополню то, что в состав этого «Золотого кольца» войдут Севастополь, Керчь, разумеется, Евпатория, Феодосия и, что самое отрадное лично для меня, мой любимый Симферополь. К сожалению, очень часто туристы забывают, что Симферополь – это на самом деле очень интересный город. Здесь столько всего. И хотя официально принято, что Симферополю 227 лет, но не стоит забывать, что до того, как Екатерина II издала указ об основании столицы полуострова Крыма – Симферополя. На этом месте был город Ак-Мечеть, в общем-то, второй город по значению в Крымском ханстве. А до этого, еще в III веке до н.э. здесь, на территории Симферополя, располагался античный город Неаполь-Скифский, который был в I веке уже н.э. разрушен готами. И его остатки, в общем-то, сегодня слагают наш старый город. Поэтому в Симферополе есть что посмотреть. И действительно, это очень и очень радостная новость. Саш, ну вот у меня возникает вопрос. Не работал ли ты когда-то экскурсоводом? Потому что ты так рассказываешь о нашем городе. Такие интересные подробности и факты. Мне кажется, те, кто нас слушают, они захотят обязательно совершить экскурсию по Симферополю. Я имею в виду, конечно же, не местных жителей. Я думаю, что и для местных жителей наш славный Симферополь, город-собиратель, таит массу интересных особенностей, о которых они даже не догадываются. Но я думаю, что потихонечку по мере наших эфиров я буду что-то рассказывать, что еще не ведомо. Ну, а также туристам. И не только мы бы посоветовали посетить наши театры и кинотеатры, потому что там очень много интересного подготовлено для вас. Поэтому не пропустите. А вот куда лучше сходить, мы расскажем в нашей следующей рубрике. На основной сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького спектакль «Пижама на шестерых» или «Ужин по-французски» по мотивам пьесы французского комедиографа Марка Камалетти. Комедия о жизни семьи, полная неожиданных смешных, а порой и пикантных ситуаций с неповторимыми сюжетными поворотами. Два с половиной часа хорошего настроения вам обеспечены. Начало в 19.00. В Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького постановка «Вечная любовь» или «Ночлег дикобразов». События происходят в 1975 году в Ялте. По сюжету москвичка Вера на отдыхе знакомится с одесситом Костей. Между ними быстро вспыхивают чувства. К сожалению, отпуск не вечный. Насколько серьезными могут быть отношения на расстоянии? Начало спектакля в 19.00. На киноэкранах русская комедия «Трезвый водитель». По сюжету наивный провинциал Артем приезжает к другу в Москву в надежде на красивую жизнь. Но для начала ему приходится поработать трезвым водителем. В первый же вечер наш герой оказывается в дорогом гостиничном номере с красоткой Кристиной, которую вез домой из клуба. По ошибке девушка принимает его за миллионера, а Артем не спешит ее разочаровывать. Время сеанса вы можете выбрать сами. В кинотеатрах премьера анимационный фильм «Волшебный парк Джун». Маленькая Джун обнаруживает, что придуманный ею чудесный парк развлечений вполне реален. Все аттракционы здесь волшебные, а животные умеют говорить. Но его существование под угрозой, и только Джун под силу спасти это место. Ведь как-никак оно порождение ее фантазии. Сеансы пройдут в утреннее время. Еще одна премьера для детей – мультфильм «Королевские корги». По сюжету любимец королевы Великобритании Елизаветы II, пес по кличке Рекс теряется во время прогулки. Оказавшись в одиночестве на улицах Большого Лондона, он успевает столкнуться с бродящими собаками и влюбиться. Вернется ли Рекс домой? Смотрите на утренних сеансах. Вернется ли Рекс домой? Ну, я думаю, вернется, но не будем на самом деле спойлерить. Для тех, кто еще все-таки не видел эту картину, пусть останется загадкой. Мы с тобой говорили о картинах буквально в перерыве. Да, мы говорили с тобой о картинах. Знаешь, Саша, оказалось, что работники русского музея – очень умные люди. Они воспользовались похищением, а потом возвращением известной картины Архипа Куинджи Альпетри, вернее, известной она стала после этого инцидента. И вот они воспользовались популярностью картины и стали выпускать сувенирную продукцию и рассказывают о том, что буквально за считанные часы раскупают все, начиная от плащей, заканчивая сумками и так далее. Само полотно сейчас находится уже в фондах русского музея. Там, кстати, около 400 картин Куинджи. И вот Айпетри была одной из многочисленных. Но сейчас она просто кинозвезда, и об этом говорят сами сотрудники. Она находится за стеклом и собирает огромные очереди. Я знаю, что ее, когда выставляли в Третьяковской галерее, то очереди достигали 6 часов, чтобы посмотреть на наше крымское Айпетри, на эти самые знаменитые зубцы. Вообще, конечно, творчество Куинджи тесно связано с Крымом. Что и говорить, у него было две дачи здесь. Одна из них располагалась в Алубке. Она до сих пор там находится, как памятник архитектуры. А другая располагалась в Симизе, прямо под горой Кошкой. И очень много пленеров было написано именно там. Но самая известная картина, которая находится в фондах нашего Симферопольского художественного музея, называется «Лунная ночь над Днепром». Одна из первых картин, когда было, в общем-то, ну, не принято было писать какой-то яркий объект по центру композиционного полотна. А там это было сделано. И загадка этой картины именно в цвете Луны. Она действительно как будто бы фосфорицирует в ночной темноте. В общем, я думаю, что все, кто ее еще не видел, непременно должны посетить наш Симферопольский художественный музей и полюбоваться этим полотном. А также посетите выставку другого художника, о котором сейчас тоже пойдет речь в нашем следующем материале. И он, кстати, тоже свои картины посвящает Крыму. Но вот что сделать ему, чтобы стать популярным? Мы об этом подумаем, а вы пока посмотрите сюжет. Крым для меня является родным домом, родной землей, родным запахом, родными ароматами, родными красками, местом силы, местом вдохновения. То есть для меня это, хоть он и небольшой полуостров, но для меня это целый огромный мир, который вобрал в себя кусочки, разные уголки всего земного шара. Родился Ленур в Узбекистане. Позже с семьей он переезжает в Крым. И именно здесь начинается его творческий путь. Любовь к искусству привел ему отец, который был архитектором. Будущий художник с удовольствием наблюдал, как пишет отец. И с юных лет он увлекался рисованием. А потому, когда подрос, вопрос о выборе профессии не стоял. В 16 лет он отправился изучать изобразительное искусство в Харькове. Он получил знания в Харьковском институте. После института стал активным творческим художником, который ставит перед собой задачи более сложные. Я считаю, что он на верном пути. Крымские красоты вдохновляют Ленура. Вместо мастерской он предпочитает работать на природе, в свободной технике, а-ля прима, что означает «в один присест». Это позволяет Ленуру выполнить картину за один сеанс. Последние два года я живу в Крыму и никак не могу надышаться воздухом, колоритом. Поэтому особое притяжение как раз к какому-то средневековому, аутентичному городу. В Доме художников в Симферополе открылась персональная высовка мастера. В своей новой серии картин художник передал яркие краски полуострова, добавил много солнечного света и сделал акцент на крымскую зиму. Общее впечатление первых посетителей – восхищение и восторг. Работы Ленура мне очень импонируют, потому что написано в стиле экспрессионизм. У меня тоже свои работы в таком же стиле написаны, я обожаю этот стиль. Работы очень понравились, потому что работы очень разные, они очень эмоциональны. Вот посмотришь, сразу видно Крым. У молодого художника много планов и идей. Ленур пытается экспериментировать в абстрактном направлении живописи. Мастер уверен, что сумел найти свое место в жизни. Его работы хорошо известны среди ценителей живописи, а он сам уже обзавелся многочисленными поклонниками своего таланта. Сеария Бляева, Андрей Псом. Утро нового дня. Саша, ну все-таки вот близок тот день, когда тарифы на проезд в маршрутках изменятся. И, конечно же, не в лучшую сторону он увеличится до 17 рублей там, где проезд стоил 15 рублей, а там, где 11 или 12, там вот как раз-таки сумма возрастет еще на 3 рубля, на 3-4. Я знаю, что это будет совсем скоро, буквально 1 апреля, и не сочтите, что это первоапрельская шутка. Нам не до шуток, к счастью. И поэтому, обосновывая подорожание проезда, власти говорят о том, что и перевозчики, что это связано с подорожанием бензина. Я прямо сейчас предлагаю поговорить, насколько же все-таки дорого нынче стоят углеводороды. И для этого я подойду к прямому нашему экрану, чтобы вам рассказать. Итак, газ, мы знаем, что это одно из самых дешевых видов топлива. На сегодня его литр составляет 27 рублей 96 копеек. Дизельное топливо 51 рубль и 32 копейки. 92-й бензин 47 рублей 21 копейка. 95-й бензин 50 рублей 42 копейки. И 98-й бензин 56 рублей 59 копеек. Цены на бензин всегда очень плотно привязаны к курсу валют. А вы знаете, что валюта это такая очень переменчивая субстанция, которая постоянно меняет свои показания. И давайте прямо сейчас поговорим, каковы же цены на доллар и евро. Итак, доллар сегодня равняется 64 рублям 31 копейке. Евро 72 рубля и 99 копеек. А я напомню, буквально вчера эта валюта стоила дороже, чем 73 рубля. Поэтому обе валюты сдали в позициях и потеряли порядка 30 копеек. Так что, в общем-то, обнадеживает в каком-то смысле. Последние несколько дней уверенно показывают, что рубль крепчает, а остальные валюты сдают в цене. Ну, знаешь, Саш, я все-таки предлагаю переключиться на более возвышенную, наверное, тему. И рассказать нашим зрителям о том, насколько богат этот день на интересных людей, а также на великие открытия в нашей следующей рубрике. 194 года назад родился русский офицер, исследователь и изобретатель в области воздухоплавания Александр Можайский. Наблюдая за полетом птиц, проводил опыты и практиковался в создании летательных аппаратов. В 1883-м построил первый в России самолет, поднявшийся в небо с человеком на борту. 21 марта 1986 года началось двухнедельное путешествие в США с советской школьницей Катей Лычевой. Поездку активно освещала советская пресса. Девочку даже принял президент США Рональд Рейган. В один момент Катя стала настолько популярной, что в народе бытовало мнение. Советским Союзом правят три женщины – Катя Лычева, Алла Пугачева и Рая Горбачева. 21 марта 1813 года родился русский историк-медиевист, один из создателей русского западничества Тимофей Грановский. Бывший декан историко-филологического факультета МГУ умел покорить аудиторию силой ораторского искусства и глубокой разработкой исторических проблем на лекциях. Восхищались Грановским не только студенты. Известные русские писатели и философы Герцен и Чернышевский также высоко оценили его работы. В этот день в 1889 году родился кумир эстрады первой половины XX века, артист и композитор, лауреат Сталинской премии Александр Вертинский. Благодаря небывалому таланту и трудолюбию творил во многих сферах. Литература, музыка, кино, театр. За что бы Вертинский ни брался, везде достигал успеха. Необычные, а порой и скандальные песни, которые он исполнял, были на устах у миллионов. 21 марта 2014 года подписаны и утверждены законы о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Также Владимир Путин подписал указ о проведении праздничного салюта в трех городах – Москве, Симферополе и Севастополе. До этого, 16 марта, на полуострове прошел референдум. За присоединение к России проголосовало 96,7% крымчан и 95,6% избирателей по городу Севастополь. Саша, ну если продолжать говорить о величии, то мне бы хотелось намекнуть нашим зрителям, что следующий сюжет будет тоже связан с величием такой стихии, как огонь, и даже рассказать о своем опыте, как мне пришлось на один день стать пожарным. Скажу, что эти люди – это действительно герои. Буквально за 20 секунд они должны одеться для того, чтобы выехать на место, успеть до того, как огонь не разгорелся. И, конечно же, это очень сложно. Усалия, я нисколько не сомневался в твоем героизме. Но я хочу сказать, что ни одна ты можешь его проявить. Наша корреспондент Ксения Шарпановская тоже, можно сказать, погрузилась в полы мязок с головой и сделала очень интересный сюжет. Прямо сейчас этот сюжет вы и увидите. Осторожно, пожар! Многие люди пренебрегают техникой безопасности, рискуют не только своей жизнью, но и родных, близких, соседей. Обгоревшие стены и мебель, запах гари здесь стоит до сих пор. Благодаря оперативной работе сотрудников МЧС никто не пострадал. В этот раз обошлось без жертв. Дом в поселке Давыдовка Симферопольского района. Огонь вспыхнул вечером, когда все были дома, но еще не спали. Именно это и спасло жильцов. Ну, было очень страшно, потому что все это происходило, наверное, минуты за три возгорания. Очень большой огонь, летел шифер, трещал в наш двор, хотя мы находимся через один дом. И приехали пожарные очень быстро, машина, две, через минуты три-четыре, потушили пожар. Молодцы. Причина этого пожара – алкоголь, чрезмерное его употребление. А если говорить о других случаях, дома горят из-за тлеющего бычка, неосторожного обращения с легковоспоменяющимися жидкостями, шалости детей и десятка других причин. На носу еще и пожароопасный сезон. Сухая трава в лесах, полях, во дворах. Чтобы не стать жертвой пламени, нужно позаботиться о противопожарных разрывах, насыпи или асфальте между домом и растительностью. Быть особенно осторожным с печным отоплением и каминами на дровах. Самая распространенная причина возгорания в частных домах – это, конечно, старая и неисправная проводка. Она просто не выдерживает таких нагрузок. В многоквартирных домах проводка тоже бывает причиной возгорания. Например, при включении одновременно нескольких электрических приборов, обогревателя, стиральной машинки, чайника. Обращайте внимание на исправность техники. Если где-то искрит или замыкает, просто избавьтесь от нее. Жизнь куда дороже. У нас был несколько лет назад пожар Новоровского-60. Там причиной пожара послужил выключатель, который находится за ковром. И просто для включения или выключения света хозяин бил по ковру. Естественно, это очень быстро привело к разрушению выключателя, к появлению открытых контактов, ну и, соответственно, возникновению больших переходных сопротивлений и пожар. Курильщикам нужно тщательно тушить окурки и не выбрасывать их из окна. Ветром их может задуть в соседнюю квартиру. Предупреждайте детей о последствиях неосторожного обращения с огнем. И помните, что пострадать в итоге можете не только вы, но и ни в чем не повинные люди, которые просто оказались рядом. Как люди, как и животные. Домашние животные, к счастью, сами находят выход из пожара. Тем самым нередко спасали жизнь своему хозяину. Ксения Шарапановская, Руслан Кохлов. Утронового дня. Да, что и говорить. Для того, чтобы быть пожарным, нужно быть смелым, отважным и очень-очень сильным. А также, я бы сказала, спортивным. Надо заниматься именно спортом, очень много уделять этому внимания. Ну, не только спорту, вообще физическому развитию. Для того, чтобы, конечно, уметь войти в схватку с такой стихией страшной. Я думаю, что нас по этому вопросу, как стать сильным, отважным и смелым, может проконсультировать профессиональный спортсмен, который прямо сейчас уже в нашей студии. Итак, у нас сегодня в гостях старший тренер Центра спортивной подготовки Республики Крым Дмитрий Леонидович Копытич. Мы вас приветствуем в нашей студии. Дмитрий Леонидович, ну вы, конечно же, готовите олимпийских чемпионов. Ну, как сказать, олимпийских чемпионов становится единицей. А у нас, в принципе, в легкой атлетике идет планомерная подготовка на всех уровнях. Это от начинающих спортсменов, спортсмены, которые уже показывают результат на уровне Крыма, на уровне России. И есть у нас два человека олимпийской сборной России. Скажите, я знаю, что за последние пять лет очень много было сделано для развития спорта в Крыму. А в России все-таки это очень популярно. Что было конкретно сделано? Расскажите, поделитесь. Ну, в принципе, мы сейчас все как бы ждем реконструкции. У нас начинается реконструкция баз. Это основное для легкой атлетики, чтобы было где тренироваться. Но, в принципе, тренера за этот период, за пять лет, они очень сильно добавили. У них появилось желание, у них появились способные ребята, которых они видят, куда их можно дальше, ну, куда им стремиться. И они у нас, на данный момент, у нас 22 сборника России именно в легкой атлетике. Это за пять лет нашего пребывания, это самый высокий результат. У нас было 15, 17, и сейчас 22. Это свидетельство резервов. Я правильно поняла, что 22 крымчане, на которые входят сборную России? Состав сборной команды России. Но, кстати, а в этом плане санкции, они не позволяли, чтобы наши спортсмены принимали участие, выступали за сборную нашей теперь страны? Ну, мы беспрепятственно выезжаем на материк, выступаем на чемпионатах первенствах России. Единственное, есть проблема у федерации всероссийской, то, что она не восстановлена в правах, и выезд за границу на международные старты по отдельным разрешениям, в нейтральном статусе, это сложный вопрос. Но у нас есть спортсмены, которые уже выезжают и показывают результат. Митрий Леонидович, а вот мы много раз сегодня употребили словосочетание легкая атлетика. А все-таки что же входит в это собирательное понятие? Ну, легкая атлетика – это самый доступный вид спорта, как вы знаете, поэтому это самый массовый вид спорта. У нас в легкой атлетике проводятся за эти пять лет. Мы проводим пробеги «Крымская весна», «Кросснации», различные массовые мероприятия, где выступают тысячи участников, с семьями, дети выступают. И вот сейчас недавно был забег, который посвященный «Крымской весне», в Симферополе более 200 участников, в Ялте – тысяча, в Евпатории. Бежал министр спорта новый наш, которым, мы надеемся, будет очень активно нам способствовать в развитии не только массового спорта, но и поднимать наших ведущих спортсменов на то, чтобы они показывали результаты. А в этом есть необходимость, потому что некоторые проблемы, они, конечно же, сохраняются. Ну, конечно, конечно. Базы у нас реконструируются, но также у нас 22 сборника России, но спортсменами-инструкторами из этих ребят могут быть только один человек у нас получает на ставки. Потому что, ну, не знаю, есть эта проблема, не хватает средств для ведущих спортсменов, чтобы их поддержать, чтобы они могли полноценно готовиться, не только выезжать на соревнования, но и готовиться, и как бы обеспечивать себя в жизни. Эта проблема очень серьезна, в курсе, как бы, этой проблемы даже глава республики, ну, она решается, но пока вот очень сложно. Я правильно поняла, что те, кто не находят спонсора, который будет им оплачивать поездки, они просто уходят из большого спорта? Ну, пока мы стараемся, у нас никто не уходит. Мы стараемся держать максимально, подключается министерство спорта, управление. У нас сейчас новый начальник управления города Симферополя по спорту. Он тоже активно помогает. Спортшколы помогают, но нужно еще больше. Нужно, чтобы заработал максимально в полном объеме центр спортивной подготовки, чтобы там увеличились ставки именно спортсменов-инструкторов, чтобы эти ребята были задействованы, и они могли без каких-то проблем, без оглядки на то, что им надо где-то идти зарабатывать деньги. Это их труд, это их работа, и они защищают нашу республику на мировом уровне и на всероссийском. Поэтому, я думаю, надо в этом вопросе как-то активнее поработать. Скажите, а насколько активно сейчас подключается к спорту молодежь? И проводятся ли какие-то акции для ее привлечения в спорт? Да, молодежь очень активна. У нас вот, ну, как бы наша, получается, база подготовки – это стадион «Фиолет», и мы приходим заниматься и не можем потренироваться. Бывают такие моменты, когда массово выходят дети, выходят различные их родственники, они бегают, прыгают. Это показатель того, что люди увидели, что нужно заниматься, что нужно двигаться. И у нас как бы бывает, что мы делаем санитарный час, когда людям не разрешаем, там, тренируются профессиональные спортсмены. Ну, раньше такого не было. Раньше, ну, кто-то где-то занимался, но их было редко видно. Сейчас даже в парках бегают люди. У нас есть, ну, замечательный, там, парк в Воронцовске, ну, где можно активно заниматься спортом, любоваться ботаническим садом и так дальше. Ну, и, в принципе, у нас массовость увеличивается. Увеличится количество детей, занимающихся, ну, и, следственно, у нас есть результаты, которые... Вы связываете это именно с прошедшими пятью годами? Это связано именно с приходом России на полуостров? Ну, с приходом России на полуостров это стало, как бы, более значимо. Если раньше у нас спортсмены завоевали медали на чемпионатах, первенствах Украины, ну, их никто не знал. Сейчас этого каждого спортсмена знают пофамильно. Его отмечают, его, как бы, стараются поддержать. Его он постоянно на слуху. И это почетно, потому что, ну, быть в сборной России – это уровень. Это, как бы, ну, совсем, ну, по-другому ощущается, чем было раньше. А вот я знаю, что в советское время Крым был такой огромной базой для тренировок олимпийских чемпионов будущих. Да, ну, вот сейчас немножко у нас это все, как бы, не скажу, что теряется, но пока вот на стадии замерло и никуда не двигается. У нас есть центр подготовки Крымский в Валужте, но там легкая атлетика. Пока вот, ну, раньше мы приезжали тренировать, сейчас мы не можем. Ну, база, ну, не располагает прыжковыми секторами, там, дорожка уже устаревшая. Нужна реконструкция, но пока вот тяжело. Они в Ялтинский стадион стоят на реконструкции, но тоже еще реконструкция не началась. Поэтому мы ищем возможности, выезжаем даже на материк на сборы. Здесь тренируемся, в Ялте, в разных местах. Ну, максимально тренер, когда тренер хочет, он находит возможность тренироваться. Дмитрий Леонидович, мы вам желаем побед не только на соревнованиях, но и в решении этих проблем. Спасибо большое. Ваше выступление замотивировало крымчан, я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что спорт – это действительно здорово, это ваше здоровье и долголетие нашей нации в целом. Но мы двигаемся дальше. И следующая наша рубрика как раз посвящена событиям Крыма, которые активно обсуждаются в интернете. Крым онлайн прямо сейчас. 150 тысяч рублей за трехлитровую банку меда. Именно столько керчанин заплатил за сладкий продукт. Не по своей воле. Деньги похитила продавщица. Пока мужчина ходил за кружкой воды, аферистка опустошила его тайники. Воровку задержали. Ею оказалась безработная 34-летняя жительница республики Адыгея. Не самое приятное зрелище ожидало водителя этих «Жигулей». Такой подарок был получен от соседей. Ведь народная мудрость гласит – заблокировал мусорные контейнеры, получай отходы на капот. Животные в очередной раз проявляют свои умственные способности. На кадрах видно – собака перебегает дорогу по пешеходному переходу, предварительно убедившись, что машины остановились. Некоторым стоило бы поучиться у дворняк правилам дорожного движения. Возле села Клепина Красногвардейского района загорелся автомобиль. Это произошло в результате ДТП. От удара машину вынесло на обочину, и она воспламенилась. Спецслужбы приехали быстро в составе МЧС, полиции и скорой помощи. К счастью, обошлось без жертв. Обстоятельства аварии уточняются. Свет, мой зеркальце, скажи. В Керче две пьяные девушки разгромили чужие машины. Объектом недовольства стали зеркала заднего вида. В социальных сетях задаются вопросом, что за отражение увидели барышни, что последовала такая реакция. Вот что значит родиться в рубашке, когда считанные миллиметры предотвратили трагедию. Но это точно не заслуга водителей с видео. Один повернул на запрещенный знак, другой превысил скорость. Оба отделались с легким испугом. Вот такой хэппи-энд. Сложно быть водителем. Это требует большой ответственности. В первую очередь и перед собой, и перед всеми теми, кто окружает вас. Ну, ты знаешь, вот в этой рубрике рассказывалось о собаке, которая переходила дорогу с соблюдением всех правил. И там было сказано, что некоторым водителям действительно стоило бы этому поучиться. И вот наша следующая история, которую мы сейчас, наверное, затронем, она касается тоже одного такого водителя, женщины, которая, к сожалению, задавила кошку в центре Симферополя, и это вызвало огромный резонанс среди местных жителей. Да, вчера буквально социальные сети разрывались этим событием. Я имел, так сказать, возможность это наблюдать, потому что искренне переживаю за это происшествие. Дело все в том, что женщина на Красной иномарке ехала прямо по пешеходной зоне, где, ну, знаете, что по центру Симферополя Карла Маркса стоит по центру скамеечки. На скамеечке сидел музыкант, который на гитаре играл что-то, а перед ним лежал кофр от его гитары, ну, имею в виду чехол, куда клали деньги и где лежало животное из пола. И вот эта женщина, маловероятно, что она не заметила кофр, не заметила деньги, не заметила гитариста и животное не заметила. Она принципиально наехала из, я не знаю, садистских соображений или из каких-то еще, но это действительно вызвало ажиотаж, потому что она проехала и поехала дальше совершенно, даже не остановившись. Ее остановили местные жители, которые просто окружили машину, была вызвана милиция, но животное, к сожалению, погибло. И, в общем... Ну, удручает, конечно же, что люди могут с такой жестокостью относиться к животным. Но мы надеемся, что следующая наша собака, о которой мы расскажем в рубрике, она найдет хорошего своего хозяина, который будет ее любить. И, конечно же, ни о какой жестокости думать не будет. Чуткая, уникальная Джулия ищет дом. Послушная, умная, способная в дрессировке. Возьмите, никогда не пожалеете. С ней приятно общаться. Она любит людей. Звоните. Плюс семь девять семь восемь восемь восемьсот шестьдесят три одиннадцать ноль три. Собаки – это те животные, которые действительно любят людей. И их чувства сложно изменить, сложно лицемерить. Они не лицемерят, и в этом их абсолютная божественная ценность. Что же происходит сейчас на улицах Симферополя, как ты думаешь? Ну, что там происходит? Наверное, там уже рассвет, много людей, которые спешат на работу, также много машин, наверное, начинаются пробки. Ну, такая вот спичная ситуация. Ну, я думаю, что подробнее об этом расскажет наш мобильный корреспондент Алиса Троян, которая сейчас прямо находится на улицах Симферополя и готова с нами связаться. Алиса, доброе утро. Здравствуйте, дорогие друзья. Я вам хочу сказать, что на самом деле на улице обманчиво не очень тепло, потому что кажется, что сейчас середина марта, и сейчас уже должны мы все ходить в каких-то очень легких курточках и кофточках, но на самом деле на улице прохладно. Температура воздуха, как говорят синоптики, плюс три, но на самом деле ощущается холоднее, а это все потому, что сейчас очень большая туманность и из-за того, что очень большая влажность. Ветер северо-восточный тоже не добавляет теплоты, и поэтому, учитывая этот факт, что он днем изменится и станет вообще северным, он будет пронизывать насквозь. Я вот, например, сегодня не взяла шарф, но у меня оказалась добрая коллега, которая мне его одолжила. А вдруг у вас коллеги не такие добрые? Вдруг они мечтают, чтобы вы заболели? Поэтому обязательно освободите место от зонтика, он вам сегодня не пригодится, потому что сегодня будут кратковременные дожди, и то не во всех областях Крыма, а в Симферополе вообще можно обойтись без зонтика и освободить это место для шарф, потому что он вам пригодится куда больше, чем зонтик. Погода будет улучшаться к концу дня, то есть это примерно в 4-5 часов дня погода будет плюс 8, и, соответственно, тучи рассеются, и наконец-то выглянет солнышко, и, наверное, будет гораздо теплее, но пока что я этого сказать не могу, потому что прохладно, опять же, я говорю, мерзнут руки, и очень большая облачность, поэтому будьте внимательны на дорогах, потому что вполне возможно, что могут быть какие-то небольшие проблемы. Но вы предупреждены, значит, вооружены. Я желаю вам хорошего дня. Спасибо, Алиса, взаимно, конечно же, тебе мы тоже желаем. Своей красотой она, по-моему, нас согрела даже в такой, ну, скажем, не самый теплый день. Ну, Алиса так рассказывала о погоде, что действительно даже я почувствовала этот холод, который веет буквально вот с экранов. Ну, не расстраивайся, Симферополь – это все равно южная столица, и дело все в том, что ей грозит только преображение и развитие. И вот прекрасная новость на самом деле. В Симферополе запланировано 4 субботника. Объявлен, в общем-то, целый период, который продлится до 15 мая по благоустройству… 15 марта по 15 мая, целых два месяца. По благоустройству города. И все желающие могут выйти на субботники и поработать во всеобщее благо. Ну, кстати, первый субботник пройдет уже достаточно скоро, 4 апреля, и поэтому, как мы сказали, абсолютно каждый желающий может присоединиться к этому событию. Ну, кстати, планету тоже охватила одна народная акция, она связана с уборкой мусора. Давайте посмотрим наш следующий сюжет. Видео из Эквадора. Вот так гусеница маскируется под перо, скрываясь от хищников. Личинки насекомого используют различные приемы, позволяющие им обходить стороной неприятеля. Некоторые особи притворяются веткой или сливаясь окраской с листвой. Эта гусеница даже имитирует колыхание ветра. О, дэнчик пошел. Канатоходцы прошли по тросу, натянутому на уровне верхних этажей многоквартирных жилых домов столицы Башкортостана. После успешного выступления их задержали прибывшие сотрудники правоохранительных органов. Новый флешмоб в социальных сетях охватил планету. Пользователи делятся фото до и после уборки мусора. На улицу вышли все от мала до велика. На ум приходит выражение Антуана де Сент-Экзюперии. Встал, приведи порядок в свою планету. А вы бы приняли участие? Спуститься на лыжах или сноуборде в оригинальных нарядах запросто. Зрители с удовольствием рассматривали женщин в разноцветных купальниках, мужчин в шортах и плавках на сочинском фестивале. Мороз, снег такому развлечению не помеха. Жители Нефтекамска стали очевидцами спасения лося, который забрел в город и не сумел самостоятельно покинуть жилые кварталы. Животное пришлось усыпить при помощи снотворного, после чего его удалось поместить в кузов грузовика и транспортировать в лес, где он пришел в себя и скрылся в чаще. Якутская лошадь – самая неприхотливая парнокопытная. Она выдерживает мороз до минус 70. Животное может жить круглый год на улице, добывает себе пищу самостоятельно. Вес такой красавицы до 400 килограммов, рост до 138 сантиметров. Хозяин леса никак не поддавался на уговоры пропустить машину. Не подкупили животное даже подношение гостей. Ситуацию изменил другой автомобиль, ехавший навстречу. Несколько минут лось упрямо продолжал стоять на дороге. Однако, вскоре, руководствуясь какими-то соображениями, все же неторопливо ушел в лес, оставив на память о себе несколько вмятин на капоте. Лоси – они такие, они упрямые. Ну да, если с ними встретишься где-то в лесу, но, надеюсь, не в крымских, то даже может и такой инцидент случиться, конечно же, помнет машину. Я предлагаю оттеть. В Крыму, кстати, лосей нет, поэтому нам немножко легче. Но у нас есть свои, тоже парнокопытные. Но об этом в другой раз поговорим. Я предлагаю прямо сейчас обернуться к нашему экрану и посмотреть, что происходит прямо в данный момент на улицах нашего города. Благо, в наше с вами время существует такая прелесть, как веб-камеры, которые транслируют настоящее положение дел. И вот сейчас мы видим центральную площадь города Симферополя, города-собирателя, площадь имени Владимира Ильича Ленина. Саш, ну пока ты говорил, я наблюдала за картиной, происходящей на площади Ленина, и видела, как один молодой человек очень сильно бежал к остановке, и, видно, опаздывает на работу, поэтому ему мы пожелаем, чтобы он успел добраться. Но мне бы хотелось сказать о том, что Наталья Маленко, это глава администрации Симферополя, сообщила о реконструкции площади Ленина. Там в скором времени собираются заменить плитку, потому что она действительно уже достаточно старая и изжила себя, можно сказать, та плитка, которая находится между Советом министров и между музыкальным театром. Но ремонт произойдет не в 2019 году, чуть позже, но уже достаточно скоро. Учитывая, как долго мы этого ждали. Да, мы ждали этого долго. Действительно, площадь немножко странно выглядит. Крым преображается, а площадь по-прежнему остается в неком таком стагнирующем состоянии. Ну, я думаю, что очень скоро это изменится. Но есть город, который прекрасен в любое время года, каждый божий день. И этот город называется город счастья, город Ялта. Посмотрите, какая красота. Мы видим, что там, кстати, и в отличие от города Симферополя, выглянуло солнышко и озарило буквально вот ту картину, которая сейчас предстала перед нашим взором. Пейзаж вполне достойный кисти великого мариниста Айвазовского, не правда ли? Да. Но, кстати, по этому поводу у меня тоже есть новость. Как стало известно, ялтинские власти собираются реконструировать три сквера. Проекты готовы на сквер Ломоносова, сквер на улице Садовой и Пионерский парк. Кстати, в Пионерском парке уже происходят некоторые ремонтные моменты. Это могут наблюдать местные жители. Ну, в общем, дизайн проекта предполагает, конечно же, установку новых скамеек, новых детских площадок и каких-то дорожек. Ну что же, мы двигаемся дальше. С помощью наших веб-камер мы помещаемся в другой город, не менее прекрасный, чем Ялта. Кстати говоря, есть такой очень известный блогер, урбанист Варламов. Вот так он сказал, что среди всех городов России, которые только есть на нашей необъятной родине, самый красивый и самый прекрасный город Севастополь, с самой колоритной архитектурой и историей. И тут поспорить, по-моему, сложно. Действительно, Севастополь прекрасен, хотя, конечно, там тоже есть свои проблемы, но настолько прекрасна его природа, что эти проблемы кажутся совершенно незаметными. Давайте посмотрим, как красиво эта площадь Нахимова смотрится. Севастопольская бухта, прекрасные кедры ливанские, которые украшают ее берега. Ну и, конечно, в отличие от нашего Симферополя, который спрятался за горами в Севастополе, ясная погода, горы не задерживаются. Облака, прошу прощения. Облака не задерживаются, да. Кстати, как-то так получилось, что всем курортным городам повезло. А вот Симферополь у столицы Крыма не очень. Но ты знаешь, тем не менее, я хочу добавить от себя, что Симферополь, согласно статистике, является самым солнечным городом полуострова, самым солнечным. Это как так получается? Мне интересно. Ну вот так, видимо, все-таки, знаете, как по закону Ломоносова, где-то убыло, где-то прибыло, так и у нас, несмотря на то, что сейчас пасмурно, зато все лето и долгая теплая осень будет безоблачными. Да, но это, кстати, повод и для того, чтобы пойти и погулять по улицам нашего города, так как он, как ты уже сказал, очень солнечный. Ну, сегодня нет, посмотри, вот, например, я сейчас нахожусь на перекрестке, так называемом кресте улицы Карла Маркса и Пушкина. Ну, вот вспоминается сразу Тургеньевский стих «Утро туманное, утро седое». Вот как-то вот туманно все это выглядит. Но, как я говорил вчера, вот этот крест – это маленькая достопримечательность, потому что прямо на этом кресте посажены очень красивые магнолии Суланджа, которые буквально вот-вот должны расцвести. Это, конечно, будет поводом сфотографироваться с этими прекрасными растениями. Самое красивое цветущее дерево, пожалуй, планеты. Саш, а вот у тебя, например, нету с Гагаринского парка веб-канеры? К сожалению, нет. Ну, я думаю, что я поищу что-нибудь в следующий раз, обязательно покажу. Ну, может, с каких-то других парков? Давайте еще, я предлагаю перенестись в еще один не менее прекрасный город. Какой? А вот сейчас увидишь. Ты узнаешь это место наверняка. А мне кажется, это Балаклава. Абсолютно верно. Мы видим там вверху крепость Чимбала. Я как-то, по-моему, говорил в эфире, почему же такое странное название – Балаклава. Ты помнишь? Нет, я не помню. А, Балаклава, потому что вот эти маски, да? Нет, маски придумали англичане, когда во время Первой Крымской войны их находилась база там, и вот это они придумали надевать маски от этого холодного морского ветра. И с тех пор, кстати, Балаклава, эти вот маски так и называются. Но сама по себе гавань, бухта называется так, потому что всем хорошо известно слово «балык». Балык – это по-татарски сушеная рыба. И мы знаем, что эти места, они обильны большим количеством мелкой рыбы, которую местные жители вылавливали, сушили и поставляли, в общем-то, по всему Крыму. Ну, да что говорить, в Москву, известно, что в Москву прибывала эта сушеная рыба-балык. Поэтому такая история была глава. Саш, ну, ты так и не выполнил мою просьбу показать в парке. Хорошо, что у нас есть Артем Андроновский, и он сейчас в следующем сюжете как раз-таки совершит экскурсию по парку. Давайте посмотрим на нее. Полюбоваться красивыми видами и подышать свежим воздухом можно не только за чертой города. В нашей столице расположено множество удивительных и интересных мест. Прямо сейчас мы в Гагаринском парке. Самый масштабный и популярный парк Симферополя встречает нас с приветливой аллеей, украшенной зелеными газонами. Двигаясь по плотно выложенной плитке, мы подступаем к привету из прошлого, скульптуре, знакомой еще нашим родителям. Некоторые памятники имеют не только историческое, но и романтическое значение. В те времена, когда не было телефонов и договориться о встрече было не так просто, жители Симферополя обуславливались о рандеву возле так называемой «женщины с книгой». Не зря парк является самым популярным местом отдыха не только у жителей столицы, но и у приезжих посетителей. Именно здесь проходят разные праздники и мероприятия, а контраст зелени и ровного полотна обеспечивает удовольствие от пеших прогулок и долгих разговоров. У парфюмеров есть один прием. Они подносят кофейные зерна к носу, чтобы привычные ароматы не приедались и не теряли тонкости. Так и мы посещаем, казалось бы, всем известные места, но стараемся взглянуть на них по-новому. Огибаем водоем слева, по направлению к площади. Знакомый, но все так же интересный пейзаж оживает в весенних красках. В воде резвятся местные жители, птицы. Издалека доносятся карнавальные мелодии парка аттракционов. Вокруг неспешным шагом идут люди. Первым делом нас встречает широкая пешеходная аллея. С приходом весны город активно занялся ее озеленением. Там позади совсем скоро будут высажены лаванды. Но уже сейчас на этой клумбе, покрытой кварцем, произрастает санталина сизая. В целом задумано масштабное озеленение зоны отдыха. То и дело вокруг садовники выкапывают грядки и вспахивают землю. Салатовые газоны прорастают сквозь бурую землю, облачая парк весенний наряд. Аллея превращается в просторный сквер, украшенный изящными изваяниями. Три грации, известные всем симферопольцам, стоят здесь с начала 60-х годов. Что интересно, каждая фигура основана на реальной жительнице города. Работу над созданием памятника поручили скульптору Владимиру Петренко. За вдохновением автор обратился в танцзал по наводке самой старшей из граций. Так и вышло, что три стройные фигуры основаны на реальных жительницах Симферополя. Далее на пути многотонная боевая машина охраняет вход на аллею Салавы имени Маргелова Василия Филипповича. Место ухоженное и спокойное. В отличие от большей части парка, тут нет людей, разъезжающих на малом транспорте. Никто никуда не спешит. Площадь вокруг памятника украшена символами боевой Салавы. Парк заложен в начале 60-х годов на месте уже полюбившейся жителям столицы зеленой зоны. Но и с его созданием связана определенная городская легенда. В те времена, когда парк Тренио был самым большим на территории Симферополя, сюда приехал московский чиновник. Он был разочарован размерами зоны отдыха, и тогда местные власти пошли на хитрость. Они рассказали ему, что прямо здесь, на месте садов, строится парк в 70 гектаров. Он пообещал, что приедет и проверит. Так и пришлось строить парк по-настоящему. Несмотря на масштабные планы в начале строительства, теоретическая площадь в 70 гектаров сократилась до 50. А дальше со временем она лишь уменьшалась, в итоге сократившись до 36. Одной из самых важных точек пешего маршрута является Вечный Огонь. Дальше вдоль Тенистой Аллеи мы выходим к крайней черте зоны отдыха. Мосту через реку Саулгир. А прямо возле него располагается памятник жертвам Чернобыля. В 2007 году в основу мемориала была заложена капсула с именами 372 ушедших из жизни ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Несмотря на свою культурно-рекреационную направленность, историческое молчаливое почтение красной нитью проходит вдоль аллей и площадей. И все-таки даже вдалеке от бетонных дорожек здесь просто приятно гулять. Среди озелененной территории, слушая пение птиц и наслаждаясь свежим и чистым воздухом. А дальше вниз от крайней точки к самому началу, только другим маршрутом, по узким дорожкам мимо лавочек. Совершив небольшую петлю, мы вернулись, пожалуй, что к самой масштабной достопримечательности парка. Один из двух искусственных водоемов. Здесь можно покататься на катамаране, покормить уток и лебедей и бонусом – понаблюдать за тем, что же там происходит на Утином острове. Остров интересен не просто так. На нем среди густых кустов расположены домики для уток, лебедей и залетных птиц. Крылатые то и дело неуклюже взбираются по его обрывистым берегам наверх. Вдоль оборудованных спортивных площадок отправляемся прямо к развлекательной части парка. Там расположены аттракционы. Запах сладкой ваты, попкорна, шум игровых автоматов, постукивание пуля в тире. Все это доносится с левого берега водоема. Там же можно и снять в аренду катамаран. Нашлось место и для творчества. Неподалеку от озера расположилась открытая арт-площадка. Периодически здесь выступают группы и проходят всевозможные ярмарки. Сейчас здесь пусто, но совсем скоро по полным ключом забьет творческая жизнь. И все же, не устану повторять. При должном взгляде привычные места могут раскрываться по-новому, восхищая своей красотой и историей. Никогда не ленитесь, а главное не забывайте изучать свой родной город. Доброе утро, дорогие друзья! Все те, кто смотрит нас с первого часа и все те, кто только что к нам присоединился. С вами утро нового дня и мы в прямом эфире рассказываем для вас самые интересные и актуальные новости. Да, еще раз здравствуйте! Мы действительно еще целый час будем вместе с вами и будем рассказывать о тех самых интересных событиях, которые происходят у нас в Крыму, но не только у нас, а вообще во всем мире. Для вас работают Александр Ткачев и Салия Салямова. И мы работаем сразу на двух телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24». Да, Саш, и у меня тоже очень много новостей. Сейчас мы говорили в предыдущем части о парках, и многие узнали, наверное, о парке Гагарина. Экскурсию нам провел Артем Андроновский. Сейчас я бы тоже хотела рассказать о парке, но немного другого вида, другого масштаба. Об этом будут наши сегодняшние новости. Обновление парка Минсельхоз Крыма планируют приобрести для аграриев более 100 единиц техники и оборудования. Прием заявок открыт. Стартовала кампания по уборке зерновых. От аграриев в этом году ждут высоких урожаев. Александр Федорчак расскажет, как справляются фермеры. Пассивная в селе Найденовка Красногвардейского района – время особенное. Александр Калабин десятки лет работает здесь трактористом. Рабочий день начинается с 8 утра. В сезон он обрабатывает около 7 тысяч гектаров. Сложность никаких совершенно. Трактора работают все исправно, хорошо. Техника вся импортная, хорошая. Говорить нечего, потому что все хорошо. Новую технику привезли сюда из Санкт-Петербурга и Самарской области. На участках сеют лен, подсолну, пшеницу и горох. Всего у предприятия 7,5 тысяч гектаров земли по всему Крыму. Перед выходом комбайна или трактора в поле – тщательная проверка оборудования. В случае неисправности технические работники возвращают машину в строй в срочном порядке. По звонку сразу есть зарядка, аккумуляторы. Все, что приезжают, позвонил и только время на поездку. То есть это зависит от того, на каком расстоянии находится. У нас выходят три больших пассивных агрегата ежедневно. Выходят агрегаты на обработку почвы, только они закончили предпассивную подготовку. Есть и вспомогательная техника. В случае необходимости на ней подвозят удобрения и загружают трактор, после чего он в боевой готовности возвращается на участок. Этот участок рассчитан на 100 гектаров. Он уже на 60% засен, семенами льна. Круглосуточно здесь трудится вот этот современный трактор, который в одну смену может обработать три таких поля. У предприятия есть свой автопарк на 42 единицы сельхозтехники. Имеется даже своя заправка. Отсюда машины отправляют во все районы полуострова. Примерно 10 тракторов, прицепная техника – это сейлки, дисковые бороны, опрыскиватели, самосвалы. Вся та техника, которая необходима нам для работы. Ну и, конечно же, комбайны. Всего у крымских аграриев более 20 тысяч единиц техники. В профильном министерстве продолжают принимать заявки от производителей на обновление парка. На это выделено более 700 миллионов рублей. Там основная позиция – это комбайны и трактора тяжелые, и самоходные прицепные установки. Мы считаем, что и проводя ряд совещаний, хотим, чтобы эти показатели у нас еще росли. Мы еще есть куда двигаться. У нас виноградарство, садоводство. Еще надо очень большие, иметь там до 70% смена этой техники. Крымский сельхозпарк получит более 100 единиц сельхозтехники и оборудования. Прием заявок открыт. Модернизировать хозяйство смогут все желающие. В этом году прогнозы экспертов по урожаю самые благоприятные. Александр Федорчак, Андрей Псом, Новости 24, Красногвардейский район. Крымская весна стала началом изменений не только в социально-экономической сфере, но и в системе образования. Русская классическая школа возвращается в учебные заведения, причем как федеральная инновационная площадка. Педагоги полуострова стали инициаторами эксперимента. Они обучают своих коллег из других регионов России. К ним даже обратились преподаватели из Москвы. Юрий Авдеев взял в руки мел и чернила. Ребята, давайте вспомним, как в прошлом назывался «десяток». Все новое, хорошо забытое, старое. Елена Хавченко занялась возрождением русской классической школы несколько лет назад. Новая старая методика имела успех в Тиеве, где и трудилась Елена Владимировна. Конец этому положил Майдан 2014 года. Преподаватель вернулась в Крым и здесь получила возможность для образовательного эксперимента в одной из школ Симферополя. Система базируется на трудах Константина Ушинского, основоположника научной педагогики в России. Ребенок должен расти в той культуре, укореняться в ту отечественную культуру, где он родился. Почему в его книге называются «Родное слово»? Родной язык – это тот, которым говорит мама, когда кормит ребенка грудью. Это заложено на генетическом уровне. Прогрессивная образовательная методика использовалась в советских школах до 50-х годов 20-го века. Еще при Сталине детей обучали по системе Ушинского. С разоблачением культа личности, наследие русской классической школы стало постепенно изыматься из образовательных учреждений. Однако сейчас система возрождается. Клеймо «Сделано в СССР» вызывает доверие у людей. Эта система образования действительно действующая и дает хорошие результаты. О чем надеемся, что и нашим детям передастся, потому что мы пришли в эту школу исключительно для того, чтобы получить образование по старой системе, по той, по которой мы учились, по классической. В тайны перьевого письма нас посвятили девочки. С Дашей Боровковой пишем в тетради ее имя. Что я сделал неправильно, а что делала правильно ты? Вы не оторвали руку, и еще вы написали очень быстро, и некоторые элементы вы не доделали. Какие? Вот здесь, например, не доделали две палочки. Ага, я понял. И теперь эту букву можно принять за другую. Ну, не знаю, за один раз я, конечно, быстро не научусь красиво писать, но, по крайней мере, у нас у обоих руки в чернилах. Новое поколение не нужно приучать к компьютерным технологиям. Они с этим рождаются. Необходимы прикладные навыки и мышление на новом, более высоком уровне сложности. Впрочем, дети есть дети. Им нужно развиваться физически. В арсенале обучения есть и технологии здоровья-сбережения. Экспериментальные технологии касаются не только умственной нагрузки, но и физической разгрузки. Вот этот замечательный ковер, который лежит посреди школьного коридора, является ярким примером здоровья-сберегающих технологий. Методики крымчан стали настолько интересны в других регионах страны, что наши педагоги уже передают опыт преподавателям Хабаровска, Новосибирска, Омска, Казани, Ярославля и Санкт-Петербурга. А в скором времени к ним за парты сядут и учителя столицы нашей родины – Москвы. Юрий Авдеев, Роман Ананев, Руслан Князев, Новости 24. И такая была информация от наших коллег, и, кстати, очень интересная. И вот особенно хотелось бы отметить Юрия Авдеева, который совершил такой вот прыжок, переворот, кульбит. Я не знаю, как это даже назвать. Да, я, честно говоря, даже в каком-то смысле позавидовал детям, которые учились писать красиво чернилами. Я, к сожалению, этот момент упустил, и, честно, долго занимался самостоятельно, чтобы как-то сделать свой почерк красивым. Ну, у нас уже, конечно, давно никто не пишет чернилами. Мне мама когда-то рассказывала, что ей приходилось все-таки писать ими. И очень много клякс, они оставляют руки всегда черные, грязные, как правильно это отметили в сюжете. Ну, не зря же называли эту методику чистописание. Нужно настолько ювелирно уметь этим пользоваться, чтобы и почерк был красивый, и буквы разборчивые, а главное, руки оставались чистыми. Ну, кстати, день открытых дверей можно отметить не только в русской классической школе, но также и в Нахимовском военно-морском училище. Туда приглашают 23 марта с 10 до 13. Посетить могут дети любого возраста и увидеть, как живут кадеты. Их там ждет 30-минутная экскурсия, погружение, можно сказать, в быт. Думаю, что это по-своему интересно. Ну, а также, как еще можно провести свое время в нашей следующей рубрике. На основной сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького спектакль «Пижама на шестерых» или «Ужин по-французски» по мотивам пьесы французского комедиографа Марка Камалетти. Комедия о жизни семьи, полная неожиданных смешных, а порой пикантных ситуаций с неповторимыми сюжетными поворотами. Два с половиной часа хорошего настроения вам обеспечены. Начало в 19.00. В Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького постановка «Вечная любовь» или «Ночлег дикобразов». События происходят в 1975 году в Ялте. По сюжету, москвичка Вера на отдыхе знакомится с одесситом Костей. Между ними быстро вспыхивают чувства. К сожалению, отпуск не вечный. Насколько серьезными могут быть отношения на расстоянии? Начало спектакля в 19.00. На киноэкранах русская комедия «Трезвый водитель». По сюжету, наивный провинциал Артем приезжает к другу в Москву в надежде на красивую жизнь. Но для начала ему приходится поработать трезвым водителем. В первый же вечер наш герой оказывается в дорогом гостиничном номере с красоткой Кристиной, которую вез домой из клуба. По ошибке девушка принимает его за миллионера, а Артем не спешит ее разочаровывать. Время сеанса вы можете выбрать сами. В кинотеатрах премьера анимационный фильм «Волшебный парк Джун». Маленькая Джун обнаруживает, что придуманный ею чудесный парк развлечений вполне реален. Все аттракционы здесь волшебные, а животные умеют говорить. Но его существование под угрозой, и только Джун под силу спасти это место. Ведь как-никак оно порождение ее фантазии. Сеансы пройдут в утреннее время. Еще одна премьера для детей – мультфильм «Королевские корги». По сюжету любимец королевы Великобритании Елизаветы II, пес по кличке Рекс теряется во время прогулки. Оказавшись в одиночестве на улицах Большого Лондона, он успевает столкнуться с бродячими собаками и влюбиться. Вернется ли Рекс домой, смотрите на утренних сеансах. Всегда задавался вопросом, как вот делаются эти мультики, которые настолько похожи на объемные настоящие предметы компьютером или как. Не знаю, сохранилась ли та школа, когда мультики рисовали рукой? Ты умеешь рисовать? Я рисовать совершенно не умею, к сожалению, мне это не дано. Но я помню, как мы в детстве делали самостоятельно мультики. Мы брали блокноты, на каждой страничке рисовали человечка. И, конечно, с каждой страничкой его движения немножечко, буквально на миллиметр, ну там ручки, например, менялись. И когда быстро пролистываешь их, то уже можно увидеть, как этот человечек движется или бегает. Ну это такой был мультик для себя. Я бы даже назвал, да, это основы мультипликационных технологий, хотя, конечно, они гораздо шире. Но вот немножко вернусь назад и коснусь темы образования, вот того же дореволюционного, в частности. Вы тогда учились всему буквально, и музицировать на инструменте, и знать нотную грамоту, и рисовать. И очень отрадно, что сегодня развитию творческих навыков тоже в России уделяется большое-большое внимание. Ну вот мы только что говорили, куда можно сходить в кинотеатр или театр. А сейчас еще расскажем об одном месте, которое тоже нужно посетить. Это Ласточкино гнездо. Вот и не только летом можно туда съездить, но даже весной, например, с 15 по 21 марта, где проходит выставка, детская выставка. Правда, она уже завершается, конечно же, сегодня, поэтому успейте это сделать. Обязательно. Заодно посмотрите символ Крыма, повисающий на 40-метровой скале Аврори. Но дело в том, что выставки, они проводятся в Крыму постоянно. Это, собственно, неотъемлемая часть нашей творческой, культурной жизни полуострова, потому что художников здесь всегда было очень много, и благо, есть что здесь живописать. И вот один из таких художников сделал целую выставку в Доме художника, и об этом наш следующий сюжет. Крым для меня является родным домом, родной землей, родным запасом. Родными ароматами, родными красками, местом силы, местом вдохновения. То есть для меня это, хоть он и небольшой полуостров, но для меня это целый огромный мир, который вобрал в себя кусочки, разные уголки всего земного шара. Родился Ленур в Узбекистане. Позже с семьей он переезжает в Крым. И именно здесь начинается его творческий путь. Любовь к искусству привил ему отец, который был архитектором. Будущий художник с удовольствием наблюдал, как пишет отец, и с юных лет он увлекался рисованием. А потому, когда подрос, вопрос о выборе профессии не стоял. В 16 лет он отправился изучать изобразительное искусство в Харькове. Он получил знания в Харьковском институте. После института стал активным творческим художником, который ставит перед собой задачи более сложные. Я считаю, что он на верном пути. Крымские красоты вдохновляют Ленура. Вместо мастерской он предпочитает работать на природе, в свободной технике, а-ля прима, что означает «в один присест». Это позволяет Ленуру выполнить картину за один сеанс. Последние два года я живу в Крыму и никак не могу надышаться воздухом, колоритом. Поэтому особое притяжение как раз к какому-то средневековому, аутентичному городу. В Доме художников в Симферополе открылась персональная высовка мастера. В своей новой серии картин художник передал яркие краски полуострова, добавил много солнечного света и сделал акцент на крымскую зиму. Общее впечатление первых посетителей – восхищение и восторг. Работы Ленура, они мне очень импонируют. Почему? Потому что написано в стиле экспрессионизм. У меня тоже свои работы в таком же стиле написаны. Я обожаю этот стиль. Работы очень понравились то, что работы очень разные, они очень эмоциональны. Вот посмотришь, сразу видно Крым. У молодого художника много планов и идей. Ленур пытается экспериментировать в абстрактном направлении живописи. Мастер уверен, что сумел найти свое место в жизни. Его работы хорошо известны среди ценителей живописи, а он сам уже обзавелся многочисленными поклонниками своего таланта. Сеария Бляева, Андрей Псом. Утро нового дня. Живопись набирает популярность, и это, по-моему, здорово. А я завидую таким людям, которых наградили талантом рисовать. И как это прекрасно все-таки. Тут не поспоришь. И, судя по всему, художник много путешествует, потому что в его полотнах запечатлены совершенно разные уголки Крыма, начиная от Ялты, заканчивая Евпаторией, и даже с северным Крымом, побережьем западного, скажем так, побережья скалистых этих наших обрывов района Тарханкута. Естественно, очень красивые картины. Повторюсь, художник много путешествует. И наверняка для того, чтобы отправляться в дальние путешествия, ему надо заправляться в бензин, я имею в виду. Давайте поговорим прямо сейчас о ценах на топливо. Ведь настолько это важно в последнее время. Цены, в общем-то, за последнее время не изменились. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы очень часто жалуемся, что у нас очень дорогое топливо, но по сравнению со странами Европы, по-прежнему мы сохраняем лидирующую позицию по дешевизне бензина. Так вот, на сегодня 1 литр газа равняется 27 рублям 96 копейкам. Дизельного топлива 51 рубль 32 копейки. 92-го бензина 47 рублей 21 копейку. 95-го 50 рублей 42 копейки. И 98-го, самого дорогого традиционно, 56 рублей 59 копеек. Ну, у меня есть хорошая новость, в принципе, еще одна. Дело в том, что отныне бюджет Крыма является профицитным. Это означает, что мы получаем денег больше, чем тратим. И вот, например, данные на 2018 год. У нас общий расход составил 15 миллионов, прошу прощения, 15 миллиардов рублей, а доход составил 17. И это прекрасный повод возрадоваться. Ну, теперь про валюты собственные. Доллар 64 рубля 31 копейка, евро 72 рубля 99 копейка. И обе валюты за последние сутки сдали. Ведь, может, именно поэтому наш бюджет стал профицитным. Как ты думаешь, Салия? Ну, не знаю. Я в экономике плохо разбираюсь. И что может влиять на бюджет? Это, наверное, к министру экономики. Я думаю, что если не к министру, то у нас есть наш коллега Китаев. Игорь Китаев. Который наверняка может рассказать. Ну, я после эфира обязательно проконсультируюсь у него. Ну, а вот мы сейчас такую важную информацию озвучили для водителей, а до этого говорили о возвышенном, об искусстве. Сейчас мне хотелось бы эти темы объединить. Одну новость. Дело в том, что в Севастополе тоже появился свой художник, но он не рисует в привычном понимании. Он создает другие инсталляции и не очень приятные для водителей. Дело в том, что те, кто неправильно паркуется, тем на машине он оставляет, на капоте оставляет огромные булыжники, камни. Таким образом намекаю, что вы неправильное место выбрали для парковки. И как ты оцениваешь такие выходки? Ну, я считаю, что вот такая народная месть, она совершенно неправильная, необдуманная. Я думаю, что если вы увидели такого парковщика, горе-парковщика, лучше сообщите об этом необходимой службе. Это их задача, а не ваша все-таки. Но тем не менее, это не исключает то, что необходимо соблюдать какие-то правила взаимоуважения. В частности, это касается водителей, которые в последнее время очень пренебрежительно относятся к пространству пешеходов. Я считаю, что все-таки такие откровенные, экстравагантные выходки, конечно, делать не стоит, но взаимоуважение – это основа всего. Ну вот, кстати, в нашей следующей рубрике мы тоже будем рассматривать разные события, которые произошли в Крыму. И в одном из них пойдет речь об одном герое, которому тоже не повезло увидеть на своей машине кое-что. Это был не камень, но тоже не очень приятное. 150 тысяч рублей за трехлитровую банку меда. Именно столько керчанин заплатил за сладкий продукт. Не по своей воле. Деньги похитила продавщица. Пока мужчина ходил за кружкой воды, аферистка опустошила его тайники. Воровку задержали. Ею оказалась безработная 34-летняя жительница республики Адыгея. Не самое приятное зрелище ожидало водителя этих «Жигулей». Такой подарок был получен от соседей. Ведь народная мудрость гласит – заблокировал мусорные контейнеры, получай отходы на капот. Животные в очередной раз проявляют свои умственные способности. На кадрах видно – собака перебегает дорогу по пешеходному переходу, предварительно убедившись, что машины остановились. Некоторым стоило бы поучиться у дворняк правилам дорожного движения. Возле села Клепино Красногвардейского района загорелся автомобиль. Это произошло в результате ДТП. От удара машину вынесло на обочину, и она воспламенилась. Спецслужбы приехали быстро в составе МЧС, полиции и скорой помощи. К счастью, обошлось без жертв. Обстоятельства аварии уточняются. Свет, мой зеркальце, скажи. В Керче две пьяные девушки разгромили чужие машины. Объектом недовольства стали зеркала заднего вида. В социальных сетях задаются вопросом, что за отражение увидели барышни, что последовала такая реакция. Вот что значит родиться в рубашке, когда считанные миллиметры предотвратили трагедию. Но это точно не заслуга водителей с видео. Один повернул на запрещенный знак, другой превысил скорость. Оба отделались легким испугом. Вот такой хэппи-энд. Ну что же, я предлагаю перейти от новостей интернетных к новостям абсолютно реальным, которые прямо сейчас происходят на улице нашего славного города. И для этого у нас есть мобильный корреспондент, который готов об этом рассказать. Алиса, доброе утро еще раз. Да, здравствуйте, студия. Я нахожусь на площади Ленина. И даже не верится, что на этом месте в понедельник собралось больше 30 тысяч семперопольцев. И не только, и гостей города. И вот, как мы видим, до сих пор коммунальчикам приходится убрать площадь, центральную площадь столицы крымской. Уже убрали 20 кубометров мусора. И вот, к сожалению, еще остались какие-то вещи. Но, как мы видим, город действительно меняется. И сейчас уже приняли действительно глобальные меры по поводу уборки. И мы уже видим результаты. Мы видели их и 18 марта. И, как говорит глава администрации, так будет продолжаться всегда, что ремонтные и очистительные работы начались в ноябре. Их просто не было видно из-за погодных условий, из-за ремонта дорог и прочих каких-то факторов. Кроме этого, совсем скоро планируется 4 субботника глобальных, которые должны будут посетить все желающие, а также сотрудники предприятий. Готовятся к маю. Первый субботник состоится 4 апреля. И, конечно, будет особое внимание отделено местам воинской слабы. Также я искренне верю, что улицы, действительно, которые преобразились за эти всего лишь несколько месяцев, будут сохранять свой прежний вид. Скоро совсем начнется потепление, и тогда к чистым улицам еще и прибавятся, конечно же, цветущие деревья, которых, к сожалению, пока что не видно. В Ялте видно, в Севастополе видно, а в Синкрополе пока что о них речи не идет. Но зато мы видим, что площадь в порядке, что установлены дополнительные урны, которых раньше не было. И это действительно будет помогать сохранять чистоту и порядок. Ну, а также хочется добавить в конце, что, к сожалению, действительно, Синкропольцы как-то раньше несознательно относились к чистоте своего собственного города. И искренне надеемся, что, возможно, субботники, возможно, мероприятия, которые проводятся по уборке города и прочее, помогут нам держать наш родной с вами город в чистоте и порядке. Студия, вам слово. Спасибо. Я уверен, что так и будет. Но я напомню, что после празднеств коммунальные службы убрали с центральных улиц города 20 кубометров мусора. Вы можете себе представить, кубометр — это метр на метр на метр на метр на метр и так далее, кубический. И вот 20 таких вот кубических метров — это довольно много. Ну, давай я, наверное, более наглядный пример приведу. Это как три вот больших контейнера, которые стоят на улице, куда мы выбрасываем мусор. Ну, представьте, это вот именно три контейнера собрали с площади Ленина, с Кирова, то есть бутылки, которые после себя люди оставляли, еще какие-то бумажки. В общем, любят помусорить, погулять в нашей Симферопольце. Саш, ну, у меня к тебе другой вопрос. Ты боишься высоты? Честно говоря, нет. Совершенно не боишься? Ну, вот так сложилось. А вот ты бы смог пройти, например, по натянутому канату между огромными зданиями, а под тобой была бы высота 400 метров? Я хочу сказать, что, наверное, все-таки боязнь высоты и тяга к смерти – это немножко разные вещи. Со смертью играть я не готов, но, наверное, я бы так не поступил точно. Но дело в том, что эта история о достаточно реальном человеке – это канатаходец Филипп Петти, который однажды отважился пройти в Нью-Йорке между двумя небоскребами, и действительно там была высота вот 400 метров. Но, кстати, оказывается, есть и в Башкортостане канатаходцы. И вот следующая наша рубрика, в ней мы собираем новости из интернета. В одной из новостей мы как раз-таки рассказали об этих героях. Видео из Эквадора. Вот так гусеница маскируется под перо, скрываясь от хищников. Личинки насекомого используют различные приемы, позволяющие им обходить стороной неприятеля. Некоторые особи притворяются веткой или сливаясь окраской с листвой. Эта гусеница даже имитирует колыхание ветра. О, дынчик пошел. Канатоходцы прошли по тросу, натянутому на уровне верхних этажей многоквартирных жилых домов столицы Башкортостана. После успешного выступления их задержали прибывшие сотрудники правоохранительных органов. Новый флешмоб в социальных сетях охватил планету. Пользователи делятся фото до и после уборки мусора. На улицу вышли все от мала до велика. На ум приходит выражение Антуана де Сент-Экзюперии. Встал, приведи порядок в свою планету. А вы бы приняли участие? Спуститься на лыжах или сноуборде в оригинальных нарядах запросто. Зрители с удовольствием рассматривали женщин в разноцветных купальниках, мужчин в шортах и плавках на сочинском фестивале. Мороз, снег такому развлечению не помеха. Жители Нефтекамска стали очевидцами спасения лося, который забрел в город и не сумел самостоятельно покинуть жилые кварталы. Животное пришлось усыпить при помощи снотворного, после чего его удалось поместить в кузов грузовика и транспортировать в лес, где он пришел в себя и скрылся в чаще. Якутская лошадь самая неприхотливая парнокопытная. Она выдерживает мороз до минус 70. Животное может жить круглый год на улице, добывает себе пищу самостоятельно. Вес такой красавицы до 400 килограммов, рост до 138 сантиметров. Хозяин леса никак не поддавался на уговоры пропустить машину. Не подкупили животное даже подношение гостей. Ситуацию изменил другой автомобиль, ехавший навстречу. Несколько минут лось упрямо продолжал стоять на дороге. Однако, вскоре, руководствуясь какими-то соображениями, все же неторопливо ушел в лес, оставив на память о себе несколько вмятий на капоте. Ну, вот такие вот новости интернета. У меня есть еще одна новость, она касается того, что в праздничные дни, когда длилась Крымская весна, в два раза больше людей вступили в брак. Дело в том, что это время для них оказалось действительно очень значимым и поженились 276 человек, в то время, как в обычное время, ну, в обычной неделе где-то 155 всего человек вот обручаются. Ну что ж, это событие яркая Крымская весна. Пять лет все-таки это маленький юбилей, это та дата, которая красной цифрой будет вписана в летопись нашего полуострова. Но таких дат очень много, ведь история нашего полуострова, да и вообще планеты очень-очень длинная. О том, что было в этот день много лет назад в нашей следующей рубрике «Хронограф». 194 года назад родился русский офицер, исследователь и изобретатель в области воздухоплавания Александр Можайский. Наблюдая за полетом птиц, проводил опыты и практиковался в создании летательных аппаратов. В 1883-м построил первый в России самолет, поднявшийся в небо с человеком на борту. 21 марта 1986 года началось двухнедельное путешествие в США с советской школьницей Катей Лычевой. Поездку активно освещала советская пресса. Девочку даже принял президент США Рональд Рейган. В один момент Катя стала настолько популярной, что в народе бытовало мнение. Советским Союзом правят три женщины Катя Лычева, Алла Пугачева и Рая Горбачева. 21 марта 1813 года родился русский историк-медиевист, один из создателей русского западничества Тимофей Грановский. Бывший декан историко-филологического факультета МГУ умел покорить аудиторию силой ораторского искусства и глубокой разработкой исторических проблем на лекциях. Восхищались Грановским не только студенты. Известные русские писатели и философы Герцен и Чернышевский также высоко оценили его работы. В этот день в 1889 году родился кумир эстрады первой половины 20 века, артист и композитор, лауреат Сталинской премии Александр Вертинский. Благодаря небывалому таланту и трудолюбию творил во многих сферах литература, музыка, кино, театр, брался везде, достигал успеха. Необычные, а порой и скандальные песни, которые он исполнял, были на устах у миллионов. 21 марта 2014 года подписаны и утверждены законы о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Также Владимир Путин подписал указ о проведении праздничного салюта в трех городах Москве, Симферополе и Севастополе. До этого 16 марта на полуострове прошел референдум. За присоединение к России проголосовало 96,7% крымчан и 95,6% избирателей по городу Севастополь. Салия, ты знала, что сегодня, возвращаясь к теме хронографа, Международный день леса? Ну, конечно же, я об этом знала. Ну и наверняка, потому что у нас специальный гость, которого мы долго ждали, и сейчас прямо готовы к нему присоединиться. Как мы уже анонсировали, сегодня будем также обсуждать и проблемы экологии. У нас в гостях заместитель министра экологии природных ресурсов Республики Крым Сергей Викторович Компанецов. Мы вас приветствуем в нашей студии. Доброе утро. Утро доброе. Скажите, как обстоят дела в наших прекрасных крымских лесах? Ну, напряженно. Что это значит? С чем связано напряжение? Это связано с тем, что мы готовимся к пожароопасному периоду. С 1 марта введен у нас режим пожарной опасности, который будет действовать с 1 марта по 15 ноября. Учитывая, что мы один из самых регионов Южного федерального округа, где наибольшее количество лесных пожаров, ну, это в силу рекреационной нагрузки. Рано же, еще даже нет такого вот жары. хочу вас оговорить, что первый пожар у нас был 3 февраля уже. Да, мы интенсивно в нем принимали участие, хотя он был не на землях лесного фонда, был не на землях Ялтинского горно-лесного заповедника, но все силы и средства были приведены. Но это не касается сегодняшнего праздника большого, который есть. А много выгорело, извините, рассуждать? Нет, 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 0,03 гектара, то есть на самом деле это 3 сотки, грубо говоря, мы реагировали быстро и соответственно предотвратили распространение большого лесного пожара. Сергей Викторович, ну вот мы наблюдали в предыдущий, может быть, месяц, что горели камыши, то в Сахах, то в Феодосии, то недалеко от Симферополя. А что это было? Почему? Это поджигатели? Чуть-чуть, чуть-чуть, не по адресу. Ну, о пожарах начали говорить. Нет, ну мы же говорим, смотрите, мы сегодня говорим о лесе прежде всего, а камыши, это все-таки, наверное, главное управление МЧС России, которое отвечает за пожарную ситуацию на иных землях. Что касается леса, то могу сказать, что в рамках нацпроекта экологии, мы непосредственно в нем принимаем участие на средства по высадке леса в этом году будет выделено 48 миллионов. То есть, мы планируем, что за средства республики и за средства программы экология мы высадим минимум 222 гектара леса. Но это, так понимаю, компенсирует ту часть леса, которая была вырублена для того, чтобы провести трассу Таврида? Нет, 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 нет. Вы смотрите, на самом деле, на самом деле, если говорить о трассе Таврида, то не более 15 или 17 гектаров леса было всего вырублено. Это немного? Это немного, да, по той масштабности этого объекта и то. В основном, это Бокчисарайский район, где мы все видим, трасса заходит в лесной массив и немножко Белогорский район, где она непосредственно касается. Просто, знаете, такая живая трепещущая трема, тема лесополосы на землях сельхозного значения и земли лесного назначения. То есть это немножко разное понимание, но с вами я совершенно согласен. Мы же говорим о лесных насаждениях, а на каких землях они находятся и в чьей функциональной обязанности они состоят, ну, как бы это уже второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я помню, немножко увлекаюсь, так сказать, ботаникой, что в советские годы вдоль трасс выращивали довольно ценные породы, в частности, абрикос, платаны сажали. А что будет сейчас? Есть какой-то план по этому поводу? Не просто так их высаживали еще, они выполняли свою специальную функцию, а сейчас вырубают. Ну, это, смотрите, смотрите, вы совершенно правы, мы говорим о лесомиллиативных сооружениях, то есть мы не говорим о том, что это там абрикос, это платан, допустим, шелковица, мы все реально наблюдаем, как выращивали шелковицу, помните, был, по-моему, Крымшелк называлось, предприятие, даже собирали листья шелковицы издавали. Мы сегодня говорим о целой отрасли лесной миллиардации, которая регулируется четвертым федеральным законом и которая подразумевает создание агромиллиативных сооружений, наземных сельхозназначений, путем высадки лесных насаждений. То есть сегодня, начиная с этого года, мы будем реализовывать при поддержке Совета министров, именно при поддержке Юрия Михайловича Коценюка, нашего курирующего вице-премьера, соответствующую, ну, как мы скажем так, пилотную начинаем программу и первые 300 гектар лесополос, это Первомайский, Сакский, Симферопольский район, мы начинаем программу восстановления. Попробуем начать программу восстановления, на это выделены первые средства. Сегодня мы уже осуществили осмотр этих участков, ну, чтобы вы понимали, вроде бы 300 гектаров это и немного, вот на первый взвод, но, чтобы вы понимали, полоса 12-18 метров. Шириной? Шириной. И 300 гектаров, на самом деле, да, это прилично, очень большой объем. А мы же говорим не просто о высадке, да, мы же говорим об уходе и создании. Вот, я считаю, что это довольно-таки такая грандиозная программа, грандиозная программа, она позволит, позволит нам, ну, начать то, о чем мы все время говорим. Что касается трассы Таврида, я сразу хочу вернуться, значит, есть большая просьба, подрядчика и заказчика до процедуры окончания строительства трассы и сдачи ее в эксплуатацию не начинать никаких работ по высадке лесоэмериативных сооружений возле этой трассы. Я объясню, почему. Вот мы же все сейчас пользуемся, все реально видим о том, что подъездные дороги, дороги использования этой трассы, строительство, поэтому, я думаю, о высадке лесоэмериативных сооружений вдоль трассы Таврида на лесах, на земле сельхозназначения, ну, можно будет в полноценную меру начинать говорить уже после сдачи трассы в эксплуатацию. Скажите, ну, вот вы затронули тему вот этих насаждений, которые будут проходить в Северном Крыму. Определены какие-то породы деревьев, которые будут там культивироваться? Интересно, откуда они будут завезены? и есть ли какие-то плантации, которые уже... Смотрите, ну, ничего же не рождается сразу, да, мы это знаем, вы же как ботаник, знаете, что должно пройти определенный период и определенные вещи. Естественно, что сегодня мы заглатываем в питомнике, в своем, у нас есть питомники, более те районы, где будем взрастать, мы закладываем необходимый материал. Что это прежде всего? Ну, это глядичья, не секрет, это лох серебристый, это ясень, это клён, понимаете, то есть те породы, которые сегодня мы успешно выращиваем на территории Роздольнинского, вот, кстати, по-моему, с участием вашего канала в том числе у нас проводились мероприятия и в том году, и в этом году, где мы успешно на территории Первомайского района в том году заложили 95 гектара леса. У нас приживаемость 85 процентов. А в чём секрет? Ну, в том, что, как вы правильно говорите, районированный материал выращенный из местных культур, то есть с учётом того казуса природы, я бы так сказал, казуса именно природы, и мы, я думаю, благодаря этому и добились сегодня такой переживаемости и возможности работы. Сергей Викторович, ну, я так понимаю, что все саженцы будут именно в Крыму выращены, то есть мы не будем просить другие регионы скинуться нам своими деревьями? Нет, вот, я же сказал, что такое подготовить? Вот сегодня мы первые 300 гектар начнём раскорчёвывать и там, ну, пни, грубо говоря, и готовить почву. Соответственно, к этому периоду к посадке, а мы планируем посадку на следующий год, мы должны будем подготовить определённый материал, он у нас есть уже сегодня, то есть мы будем высаживать определённые саженцы уже определённого периода роста. Дальше у нас предусмотрен ручной уход, потому что мы считаем, что именно уход первый и второй год он и позволит данным растениям определённую задать им структуру, которая позволит вестись. Ну, а в дальнейшем охрана, содержание, это уже, как говорится, вопрос не первого дня, но хочу сказать, что от себя мы подготовили законопроект, он сегодня передан в Государственный совет именно о лесовосстановлениях наземных сельхозназначениях. Очень приятные новости. Я думаю, что все крымчане возрадовались, потому что всё-таки зелень это наше богатство, наше украшение. Большое вам спасибо за ваш рассказ. Я напомню, у нас сегодня в гостях был Сергей Викторович Компанейцев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым. Ну, а мы с вами начали нашу беседу с пожаров. Кстати, пожары бывают не только в лесу, но также в городе. Это частая проблема. И об этом наш следующий сюжет. Осторожно, пожар! Многие люди пренебрегают техникой безопасности, рискуют не только своей жизнью, но и родных, близких соседей. Обгоревшие стены и мебель, запах гари здесь стоит до сих пор. Благодаря оперативной работе сотрудников МЧС никто не пострадал. В этот раз обошлось без жертв. Дом в поселке Давыдовка Симферопольского района. Огонь вспыхнул вечером, когда все были дома, но еще не спали. Именно это и спасло жильцов. Уходите, уходите! Уходи, шибер стреляйте! Ну, было очень страшно, потому что все это происходило, наверное, минуты за три возгорания. Очень большой огонь, летел шифер, трещал в наш двор, хотя мы находимся через один дом. И приехали пожарные очень быстро, машина, две, через минуты три-четыре потушили пожар. Молодцы! Причина этого пожара алкоголь, чрезмерное его употребление. А если говорить о других случаях, дома горят из-за тлеющего бычка, неосторожного обращения с легковоспоменяющимися жидкостями, шалости детей и десятка других причин. На носу еще и пожароопасный сезон, сухая трава в лесах, полях, во дворах. Чтобы не стать жертвой пламени, нужно позаботиться о противопожарных разрывах, насыпи или асфальте между домом и растительностью, быть особенно осторожным, с печным отоплением и каминами на дровах. Самая распространенная причина возгорания в частных домах это, конечно, старая и неисправная проводка, она просто не выдерживает таких нагрузок. В многоквартирных домах проводка тоже бывает причиной возгорания. Например, при включении одновременно нескольких электрических приборов, обогревателя, стиральной машинки, чайника. Обращайте внимание на исправность техники. Если где-то искрит или замыкает, просто избавьтесь от нее. Жизнь куда дороже. У нас был несколько лет назад пожар Новоровского-60. Там причиной пожара послужил выключатель, который находится за ковром. И просто для включения или выключения света хозяин бил по ковру. Естественно, это очень быстро привело к разрушению выключателя, к появлению открытых контактов, ну и, соответственно, возникновению больших переходных сопротивлений и пожара. Курильщикам нужно тщательно тушить окурки и не выбрасывать их из окна. Ветром их может задуть в соседнюю квартиру. Предупреждайте детей о последствиях неосторожного обращения с огнем. И помните, что пострадать в итоге можете не только вы, но и ни в чем не повинные люди, которые просто оказались рядом. Как люди, как и животные. Домашние животные к счастью, сами находят выход из пожара. Тем самым нередко спасали жизнь своему хозяину. Ксения Шарапановская, Руслан Кохлов. Утронового дня. Я знаю, что Ксения Шарапановская очень любит кошек. Ну, я думаю, ты догадался это по сюжету, потому что именно кошка стала главной героиней, которую она гладила. Ну, дело все в том, что я еще знаю, что у нее есть инстаграм-страница, где она активно выкладывает свою питомицу, которая, по-моему, просто красавица. Мне кажется, те люди, которые любят животных, это люди добрые всегда. Вот как я, например, да? Ну, без ложной скромности да, Саша. Да, я действительно очень люблю животных, как я уже неоднократно говорил, у меня дома три собаки, два кота и куча растений. Но дело все в том, что если у кого-то животных нет, это не повод расстраиваться, потому что у нас есть рубрика, где мы предлагаем приютить, взять в семью прекрасную собаку. Давайте посмотрим, познакомимся с ней. Чуткая, уникальная Джули ищет дом. Послушная, умная, способная в дрессировке. Возьмите, никогда не пожалеете. С ней приятно общаться. Она любит людей. Звоните, плюс 7978-863-1103. Ну что, от такого лирического момента я предлагаю перейти к более практичной теме и поговорить о том, что же происходит прямо сейчас на дорогах, в частности, нашей Симферополя, столицы полуострова. Итак, мы видим сейчас город с высоты птичьего полета и видим, что основной его центр очень сильно напряжен. Я имею в виду, движение в нем фактически заторможено. Итак, площадь имени Куйбышева. Вы видите, что по направлению к кольцу собственно дороги окрашены в красный цвет и означает это, что движение стоит. Так бывает почти всегда. Удивляться этому не стоит, потому что люди спешат в центр, чтобы вовремя попасть на свои рабочие места. Итак, проспект Победы по направлению к кольцу стоит. Улица Киевская по направлению к кольцу заторможена очень сильно, зато от кольца движение почти свободно. Это же касается и проспекта Кирова по направлению к площади Советской. Итак, площадь Советская. Здесь дела обстоят более благоприятные. Мы видим, что, в общем-то, все подъездные пути относительно свободны, кроме улицы Ленина, которая в обе стороны заторможена. Но вот я перед тем, как выйти, внимательно изучил общую карту и хочу обратить внимание также на улицу Толстого и Троллейбусные. Эти улицы тоже стоят фактически неподвижно, потому что там довольно сложный перекресток, который сильно тормозит движение. Давайте обратимся к другим улицам города. Итак, улица Гагарин, тоже крупная артерия нашего города, транспортная. По направлению к площади Московской тоже кольцевое движение. Собственно говоря, существует пробка, которая длится фактически три квартала. Давайте посмотрим на улицу Севастопольскую, которая является в прямом смысле хордой нашего города. Здесь, в общем-то, ситуация благоприятная. Мы видим, что движение хоть и несколько замедлено, но тем не менее, оно есть, и это немножко может, так сказать, порадовать, потому что есть шанс попасть на работу вовремя. Людей, которые живут на окраинах. Хараимская улица вновь, она окрашена в желтый цвет, движение на ней есть. Это тоже хорошая новость. Дамы и господа, я надеюсь, что все, кто сейчас стоят у телевизора и спешат, собираются на работу, вас эта информация заинтересует, потому что она, в принципе, довольно актуальна. И, учитывая обстоятельства дел на наших дорогах, вы вполне пока еще можете добраться без задержек на место работы и своего труда. Но я бы хотела дополнить тему общественного транспорта и дорог, то, что мы начали говорить о том, что 16 и 18 марта, как известно, проезд был бесплатный, однако не все перевозчики в этот день вышли на дорогу, и с ними договор будет расторгнут. Об этом заявила глава администрации Симферополя Наталья Маленко. Ну вот, кстати, если говорить о Симферополе, сейчас на улицах находится наш корреспондент Алиса Троян, которая нам и расскажет, что уже предстало перед ее взором. Добрый. Еще раз здравствуйте. И несмотря на то, что я обещала вам к середине дня или даже к началу утра похолодания в виде северного ветра, нет, на самом деле единственное, что смущает, это влажность, которая действительно очень ощутимая. Я, кстати, нахожусь на набережной реки Салгир, где, кстати, тоже проходят очистительные работы, и это очень радует. Единственное, что не радует, это, конечно, состояние нашей набережной, потому что иногда не хватает поручней, я пытаюсь продемонстрировать, но вы сами все прекрасно знаете. И у меня уже есть сроки, когда сказали, что будет закончен ремонт, это будет в сентябре 2019 года, то есть нам осталось совсем немного потерпеть, и уже выделено 60 миллионов рублей на ремонт набережной. Естественно, в первую очередь будет очищено русло реки, а уже потом будут декоративные работы, что самое главное. Обещают, что поручни будут сделаны, как раньше, из более прочных материалов, чем пластик, которым раньше заменяли для того, чтобы противодействовать вандалам. Ну и, конечно же, пообещали, что кроме ремонтных работ, которые закончатся в сентябре этого года, дальше будут продолжать уже следующий этап, это будут возможные велодорожки, об этом пока что говорить не приходите, потому что в первую очередь у нас, естественно, стоит ремонт плитки, ремонт ограждения и очистка реки. Вот дальше будут также отремонтированы участки реки Славянка, а пока что, вот до сентября 8 километров, будем искренне надеяться, что главная набережная нашей столицы будет приведена в должный вид, и что нам будет приятно прогуливаться, даже еще приятнее, чем сейчас, потому что кроме природы будет еще и, конечно же, соответствующий антураж. Студия. Спасибо большое, Алиса. Очень нас обнадежили. Симферополь действительно славен своими парками, и о крымской жемчужине, жемчужине зеленой нашей столицы, крымской, прямо сейчас в сюжете Артема Андроновского. Полюбоваться красивыми видами и подышать свежим воздухом можно не только за чертой города. В нашей столице расположено множество удивительных и интересных мест. Прямо сейчас мы в Гагаринском парке. Самый масштабный и популярный парк Симферополя встречает нас с приветливой аллеей, украшенной зелеными газонами. Двигаясь по плотно выложенные плитки, мы подступаем к привету из прошлого, скульптуре, знакомой еще нашим родителям. Некоторые памятники имеют не только историческое, но и романтическое значение. В те времена, когда не было телефонов и договориться о встрече было не так просто, жители Симферополя обуславливались о рандеву возле так называемой «женщины с книгой». Не зря парк является самым популярным местом отдыха не только у жителей столицы, но и у приезжих посетителей. Именно здесь проходят разные праздники и мероприятия, а контраст зелени и ровного полотна обеспечивают удовольствие от пеших прогулок и долгих разговоров. У парфюмеров есть один прием. Они подносят кофейные зерна к носу, чтобы привычные ароматы не приедались и не теряли тонкости. Так и мы посещаем, казалось бы, всем известные места, но стараемся взглянуть на них по-новому. Огибаем водоем слева по направлению к площади. Знакомый, но все так же интересный пейзаж оживает в весенних красках. В воде резвятся местные жители, птицы. Издалека доносятся карнавальные мелодии парка аттракционов. Вокруг неспешным шагом идут люди. Первым делом нас встречает широкая пешеходная аллея. С приходом весны город активно занялся ее озеленением. Там позади совсем скоро будут высажены лаванды. Но уже сейчас на этой клумбе и покрытой кварцем произрастает санталина сизая. В целом задумано масштабное озеленение зоны отдыха. То и дело вокруг садовники выкапывают грядки и вспахивают землю. Салатовые газоны прорастают сквозь бурую землю, облачая парк весенний наряд. Аллея превращается в просторный сквер, украшенный изящными изваяниями. Три грации, известные всем симферопольцам, стоят здесь с начала 60-х годов. Что интересно, каждая фигура основана на реальной жительнице города. Работу над созданием памятника поручили скульптору Владимиру Петренко. За вдохновением автор обратился в танцзал по наводке самой старшей из граций. Так и вышло, что три стройные фигуры основаны на реальных жительницах Симферополя. Далее на пути многотонная боевая машина охраняет вход на аллею Салавы имени Маргелова Василия Филипповича. Место ухоженное и спокойное. В отличие от большей части парка, тут нет людей, разъезжающих на малом транспорте. Никто никуда не спешит. Площадь вокруг памятника украшена символами боевой Салавы. Парк заложен в начале 60-х годов на месте уже полюбившейся жителям столицы зеленой В те времена, когда парк Тренио был самым большим на территории Симферополя, сюда приехал московский чиновник. Он был разочарован размерами зоны отдыха и тогда местные власти пошли на хитрость. Они рассказали ему, что прямо здесь на месте садов строится парк в 70 гектаров. Он пообещал, что приедет и проверит. Так и пришлось строить парк по-настоящему. Несмотря на масштабные планы в начале строительства теоретическая площадь в 70 гектаров сократилась до 50. А дальше со временем она лишь уменьшалась, в итоге сократившись до 36. Одной из самых важных точек пешего маршрута является вечный огонь. Дальше вдоль тенистой аллеи мы выходим к крайней черте зоны отдыха в мосту через реку Солгир, а прямо возле него располагается памятник жертвам Чернобыля. В 2007 году в основу мемориала была заложена капсула с именами 372 ушедших из жизни ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Несмотря на свою культурно-рекреационную направленность, историческое молчаливое почтение красной нитью проходит вдоль аллей и площадей. И все-таки даже вдалеке от бетонных дорожек здесь просто приятно гулять. Среди озелененной территории, слушая пение птиц и наслаждаясь свежим и чистым воздухом. А дальше вниз от крайней точки к самому началу, только другим маршрутам по узким дорожкам мимо лавочек. Совершив небольшую петлю, мы вернулись, пожалуй, что к самой масштабной достопримечательности парка. Один из двух искусственных водоемов. Здесь можно покататься на катамаране, покормить уток и лебедей и бонусом понаблюдать за тем, что же там происходит на Утином острове. Остров интересен не просто так. На нем среди густых кустов расположены домики для уток, лебедей и залетных птиц. Крылатые то и дело неуклюже взбираются по его обрывистым берегам наверх. Вдоль оборудованных спортивных площадок отправляемся прямо к развлекательной части парка. Там расположены аттракционы. Запах сладкой ваты, попкорна, шум игровых автоматов, постукивание пуля в тире. Все это доносится с левого берега водоема. Там же можно и снять в аренду катамаран. Нашлось место и для творчества. Неподалеку от озера расположилась открытая арт-площадка. Периодически здесь выступают группы и проходят всевозможные ярмарки. Сейчас здесь пусто, но совсем скоро по полным ключом забьет творческая жизнь. И все же не устану повторять. При должном взгляде привычные места могут раскрываться по-новому, восхищая своей красотой и историей. Никогда не ленитесь, а главное не забывайте изучать свой родной город. Непременно воспользуемся советом Артема и будем изучать родной город. Но прямо сейчас у нас на связи наши коллеги из новостной редакции. А именно Сергей Мельников. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Сергей. Саля, Саша, доброе утро. Что у вас сегодня на повестке дня, чем порадуете? На повестке дня я вам расскажу о самых главных новостях сегодняшнего дня. Водители на пешеходной зоне в столице. Наши журналисты в центре Симферополя. Хватает ли водных ресурсов в Крыму и на каком этапе строительства культовых сооружений полуострова? Наши журналисты пройдут по объектам, которые посетят президенты. Об этом и не только наши информационные выпуски. В течение дня не переключайтесь, чтобы не пропустить самое важное и интересное. Спасибо, Сергей, заинтересовали. Мы желаем вам хорошего прямого эфира и радовать людей только добрыми новостями. Спасибо большое. призвало бы симферопольцев и крымчан не спешите делать свои выводы, не спешите давать оценку. Пусть начало следствия или компетентные органы разберутся, а после этого мы уже будем сами решить Поставить точку в этом вопросе действительно может только суд, поэтому давайте разберемся и только после этого будем выносить какие-то приговоры. Да, ну а на этом потихоньку наш эфир подходит к своему логическому завершению и хотелось бы поблагодарить всех тех, кто с нами Но мы не прощаемся с вами. Дело все в том, что буквально совсем скоро, уже завтра мы с вами снова будем встречать утро нового дня и рассказывать вам самые интересные и актуальные события прошедших суток. Уж точно поверьте нам, потому что мы уже сегодня будем искать самые интересные новости, так что до встречи завтра. Не пропустите наш эфир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова